МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Здравствуйте! Присаживайтесь. Очень приятно вас видеть сегодня. Я вам расскажу сегодня по 3D-печать. Тихо, тихо, тихо. Так. А можно мы сразу скажем про то, что если будут хорошие ответы, то… Я буду вам в процессе лекции задавать вопросы. Если вы будете правильно отвечать, вам будут выдаваться сувениры, выполненные на 3D-принтере нашими учениками IT-лицея КФУ. Только если будет хороший вопрос, ответ электр скажет. Положен сувенир. Так. Ну, мы начнем с вами с видеоролика. Здесь будет показано, как работает 3D-принтер. Ну, это обычный бытовой принтер, который сейчас может любой желающий себе приобрести в магазине. А в каком магазине продает обычный 3D-принтер? Ну, во многих, сейчас очень много магазинов и онлайн. С интернет-магазинов любых 3D-принтеры продаются и в Казани тоже есть, которые, где можно посмотреть их, различные фирмы. Вот видите, студент нарисовал эскиз от руки. Потом специально программу включает для 3D-моделирования. Чтобы 3D-модель распечатать, нам нужна же виртуальная модель. Чтобы... Вот он смоделировал ракету свою, которую нарисовал. Игрушечную ракету. Задает настройки печати, там, скорость. Но он использует в виде, видите, SD-карту. Можно с помощью карты печатать на принтере без компьютера, а можно и прямо с компьютера выводить. Видите, он вставляет специальную катушку. И вот первый вопрос. Как вы думаете, из какого материала сделано... Один из популярных пластиков. Как он называется на букву П? Пластик. Кто знает, как называется пластик? Еще варианты какие есть. Пенопласт? Пенопласт? Нет, нет, пласт. Он сделан из экологически чистого материала. Вторая буква О. Пластмасса! Нет, ну пластмасса, но разновидность ее какая? Экологически чистая. Экологически чистая. Полиэстер. Нет, полиэстер может тоже используется, но я имею в виду самая популярная. Пластиковая нить. У него пластиковая нить и есть название еще. Полимерная нить. Полимерная нить. Полимерная есть, но она не самая популярная пока. Вот там вот повыше тоже руки тянут. Может, ребята, кто пользовался или видел 3D-принтер, может ответить сейчас. Полиутилен? Нет. Поликарбонат. Поли, подсказка вот, поли. Это на русском языке будет. Поли. Полипропилен? Нет. Не повторяйте, если кто-то уже сказал или ошибки. Да, полипропилен уже был. Поли-лак. И последнее. Поли-лак. Подсказка вот. О, кто-то сказал вот там. Вот мальчик вот в черной футболке. Поли-лактилен. Правильно, поли-лактит. Это экологический чистый материал. Он производится из кукурузы и сахарного тростника. Сырьем для него служат. И вот это сейчас один из популярных пластиков, что он экологический чистый. В школах можно его использовать, потому что никакого там запаха нету при печати особо. А вот второй вид пластика, он называется уже АБС. Он из нефтехимических продуктов создается. Он уже при печати запах такой не очень приятный выходит. И он уже не экологически чистый считается. Ну и вообще материалов очень много. Вот вы называли здесь и другие. Более ста материалов уже существует. И нейлон есть. Материалами под дерево печатают. Вот он, допустим, сейчас загрузил либо пыла, пластик, либо АБС. Вот выбирает там материал и свою модель. Это голландский принтер Ultimaker. Один из популярных тоже. И видите, вот начинается печать. То есть 3D-печать чем отличается? Это не части отпиливаются, а и наоборот из вот этого материала создается уже продукт по слоям. Видите, он послойно создавался. И вот у него уже прототип. Он нарисовал ракету сначала и потом уже сделал физическую модель, 3D-модель. Свою изделие из пластика. Вот был показан маленький ролик. Это вот обычные принтеры, которые дома используются. Сейчас. Вот мальчик хочет что-то сказать. Можно? Да, да. Я хожу на 3D-моделирование и знаю, что перед тем, как захотеть в вот эту программу, есть еще одна программа. Она называется 3D-компас. Компас 3D. Да, это одна из программ. Она для инженерного дизайна предназначена. Да, там есть много каких разных операций. Я знаю операцию выдавливания, вращения, геометрию, много чего из геометрии знаю уже. А вот эта компас программа, она где выпущена была? В какой стране? Вот это я уже не знаю. Это, может, что подскажет вот из ребят? Нет. Нет, это Англия вроде. Вот микрофон к вам подойдет. Это где пеша? Компас 3D. Китай? Кто знает? Второй сувенир будет. Не гадаем, только если знаем, отвечаем. Но если мы гадаем, то тогда мы не отвечаем. То есть вы поднимаете руку только если вы действительно знаете ответ. Компас 3D. Германия? Нет. Ну, я думаю, продолжайте, потому что мы уже гадаем. Будет подсказка, на букву R начинается. Да, вот здесь девочка ответила первой. Ей полагается приз. Приз? Так. Напечатан на 3D принтере из экологистического пластика. Формочка вот для печенья. Мы продолжим дальше. Вот мы сейчас видеоролика с вами увидели, что такое 3D печать в видео. И давайте еще раз повторим. Это процесс воссоздания реального объекта по образу 3D модели. То есть надо иметь, чтобы что-то напечатать, надо сначала создать цифровую модель. А цифровая модель уже, когда воспользуется какой-то программой, 3D Max, Blender, FingerCut, популярные программы. Потом уже сохраняется, экспортируется формат STL. Вот это общий формат, который видят 3D принтеры. И вот открывается в этой программе, и принтер начинает печать, слой за слоем, формируя реальный объект. Термин 3D печать имеет несколько синонимов, один из которых достаточно кратко и точно характеризует сущность процесса. Это аддитивное производство. Вот эти сложные слова. Может вы запомните? Это аддитивное производство. То есть это когда объект формируется не отрезанием от него частей, а наоборот наплавлением. То есть тоненький слой идет, потом к нему следующий тоненький наплавляется, следующий. И так по слоям получается, как будто модель вырастает. Как будто можно сравнить, когда отдыхали летом, например, на пляже, из песка строите фигуры. Например, берете песок, накладываете, потом следующий слой. И вот так у вас уже получается песочный замок, допустим. Так же примерно 3D принтер работает. Но на человека немножко по-другому, конечно, человек растет. Давайте рассмотрим, где используется 3D печать. В каких сферах. Может ребята смогут назвать, где уже слышали, где 3D печать используется. Итак, где используется 3D печать? Да, сейчас, секундочку, вот волонтеры вот там вот рядом с вами. Сейчас, сейчас, сейчас. На заводах. Правильно, сейчас уже многие предприятия начали использовать. Вот последний автомобиль Bugatti Chiron. Там уже тормозная система распечатана на 3D принтере из металла. Из титана. Очень часто используется для создания каких-то зданий или помещений. Да, совершенно верно. Сейчас здания начали уже создавать из бетона и бетонной смеси. Из экологических материалов целые здания строятся. Для создания органов для пересадки человека и макетов. Да, кстати, и сейчас уже некоторые органы делаются. Но в будущем это, возможно, будет массово. Там в 30-м, 40-м году будут в поликлиниках уже 3D принтеры стоят, которые печатают органы либо часть органов. Мне кажется, что вот даже игрушки печатают для детей маленьких. Естественно, да? А еще для моделей там, еще для маленьких моделей самолетов, машин каких-то. То есть, допустим, в магазине не продаются какие-то вот интересные модели, которых в продаже нету. Можно саму на 3D принтере распечатать. Или распечатывают детали так вот и в магазине продают, чтобы потом вот что-нибудь можно было собрать. Совершенно верно. Конструкторы разные, пазлы развивающие для детей. Некоторые детали в оружии делают на 3D принтерах. Это приклады, потом рукоятки, иногда магазины делают. Так как это они делаются из облегченного углепластика, а это вполне возможно печатать на 3D принтере. А также, например, создаются с помощью 3D принтера детали для разных вещей, например, из пластика или еще из чего-нибудь. А также вот тот принтер, который печатает органы, называется биопринтер. Да, биопринтер. И печатает он клетками. Да, материал используется клетки. Обычно дизайнеры и инженеры тоже пользуются 3D печатью. Да, вот у нас инженерный факультет есть, КФУ, институт. Меня зовут Матвей. Мне кажется, что 3D принтер еще пользуется для того, чтобы... Да, да, вот последний уже ответ, последний. Пока последний ответ. Чтобы делать как бы протезы для рук на принтере. Вот, это очень популярно в медицине сейчас. И вот протезы делают. В травмпунктах, допустим, там вместо накладки гипса быстро могут напечатать. И протезы человеку делают. Все, пока последний ответ, еще будут вопросы. А кому мы дадим приз? Ну, вот мне понравилось про протезы. В общем, конечно, много отрасли назвали в курсе этого, где используется 3D принтер. Ну, и некоторые технические моменты я вам хотел бы еще показать. Смотрите, вот, допустим, заполнение модели. Чтобы экономить пластик, модель, когда печатается, внутри, допустим, можно поставить на стройках принтера 10% заполнения модели. То есть она будет быстрее печататься и легче будет. А если поставим 50% или 100%, то она будет тяжелее, ну и прочнее. Следующее, это вот как раз, видите, показано. Заполнение модели внутри может быть разное. Это вот полая модель, либо полностью заполненная разными способами. Оптимальное значение, в основном выбирают это 10-30%. И, видите, есть здесь кошечка, допустим, распечатанная, а внутри нее структура в виде кошечек. А акула, а внутри акулы у нее. То есть такие необычные способы заполнения. Также можно толщину стенки выбирать, модели, на стройках. Ну и вот важный момент, ребята. Если вы дома будете, потом принтер все приобретете, либо в школе. Видите, если мы обычный FDM принтер используем домашний, иногда надо будет поддержку вставить. Потому что, видите, детали некоторые 3D принтеры не может в воздухе распечатать. Например, видите, хвост, он начинается не с самого низа у данного зверя, а в воздухе висит. И поэтому показано вот raft, это с английского языка переводится как плод. То есть это такая подставка, чтобы лучше держалась модель. И потом суппорт, это поддержки, ребята. Вот видите, на первой картинке там упали вот эти, то есть дефекты есть в печати. А на второй картинке уже поставлено, видите, суппорт включен, поддержки. И поэтому все хорошо получилось. Но потом уже третья модель, это убрали вот эти поддержки, они легко убираются. И модель получается качественной. Но вообще 3D принтер, он печатает с помощью экструдера. Это с английского переводится как выдавливать. Что отражает ее принцип действия. Экструдер создает объект послойно, выдавливая размягченный материал через сопло. То есть сначала пластик идет холодный в виде нити, а потом моторчиками так проталкивается, шестеренками. И поступает уже в нагревательный блок, и там уже выходит горячий. Вот сейчас следующий вопрос. Какая примерно температура печати материалом была, вот мы называли полилоктидом, примерно в градусах? Варианты ответов есть, допустим, 100 градусов. 200 градусов и... 220. 220? Да. Вот еще вариант. Еще второй вариант. Давай, ты ответил? А нет. 211. Оба варианта подходят, поэтому оба ученика получают приз. Примерно это значит, бывает 190-220 градусов примерно. На каждом пластике, на катушке это написано, температура. И вот видите, показано, как работает экструдер, печатающий глушку принтера. Справа сама картинка вот показана. Там видите, вентилятор есть охлаждающий, чтобы температуру поддерживать. И так продавливается пластик. Вот ребята, кстати, 3D-принтером можно пользоваться, и даже если не умеешь моделировать, 3D-модель создавать. Сейчас очень много сайтов появилось, где люди, кто создает модели, выкладывают их в интернет, бесплатно. И вот, например, этот сайт, Fingiverse, можете дома зайти на него, либо со смартфона. Fingiverse, это производитель принтеров MakerBot организовал такой ресурс, там более 100 тысяч моделей уже находятся. Более 100 тысяч. То есть практически все, что хочет, там можно найти. И игрушки, и разные полезные приспособления, и спиннеры там есть, всякие такие изделия. Так, ну и вот, чем 3D-печатек сейчас популярна, то есть актуальна, актуальна с темы. Потому что это в будущем производство будет уже более локализовано с широким применением 3D-принтеров. Допустим, сейчас в Китае, видите, много что производится изделий, почти большинство. А потом уже люди будут делать, где вот разрабатывается изделие, там и печатать будут. Не обязательно надо будет в Китае заказывать, например. Более локализовано будет, на местах будет производство. Возможно, и будет четвертая промышленная революция. Некоторые ученые говорят об этом, некоторые не согласны с этим. В последние годы развитие 3D-принтеров происходит с невероятной скоростью. Они становятся быстрее и могут работать со множеством новых металлов, даже дерево там есть. То есть пластик, как будто с добавлением деревянных частиц, либо металлических частиц, и получается изделие имитирующее, как будто из деревесины сделано, либо из полиэтилена. Ну и сейчас мы посмотрим с вами видеоролик. Видеоролик, посвященный вот как раз 3D-печати. А вот как раз вам вопрос будет, в каком году был создан первый 3D-принтер. После просмотра видеоролика вот. Сначала посмотрим, потом ответим. Сначала посмотрим, потом ответим. И не на персональном компьютере обычным пользователям не шло и речи. Это сейчас мы не представляем себе жизнь без компьютера. А в то время, если они где-то и были, то мало кто знал, что вообще с ними можно делать. После получения патента, Чарльз Хухул основал компанию с громким названием 3D-систем. И разработал первый промышленный станок для 3D-печати. Так как термин 3D-принтер в то время еще не использовался, станок назывался просто аппарат для стереолитографии. Технология 3D-печати была достаточно нова в то время. И компания 3D-систем изготовила и поставила первую модель станка нескольким избранным заказчикам. В 1988 году, на откликах клиентов о станке, назвался станок разработала усовершенствованную модель 3D-принтера SLA-250. И было начато его серийное производство. В то время, как к концу 1988 года технологии 3D-копирования получили широкую популярность, появились новые технологии моделирования методом наплавления. Вот это как раз самый распространенный сейчас метод. Когда пластик расплавляется. Технологии, ребята, различные есть в 3D-печати. Не только вот так выглядит. Может быть из металлического порошка опечататься. В следующем году им была основана компания Stratosys. И налажено промышленное производство станков. В 1992 году компания продала свой... Пока, ребята, можете руки опустить, после видеоролика мы потом можно будет поднять. В том же году компания DTM выпустила на рынок станок, работающий по технологии селективного лазерного спекания. Вот видите, в одном университете, в Массажурсском технологическом университете, была изобретена и запатентована еще одна технология 3D-печати. Она получила название технология трехмерной печати. И была подобна технологии струйной печати, используемой в 2D-принтерах. В 1995 году компания The Corporation получила от Массажурсского технологического института патент на использование технологии и начала производство 3D-принтеров на базе 3DP-технологии. В 1996 году были произведены станки Genesis от компании Stratasys. Акто 2100 от компании... Видите, ребята, 3D-печать достаточно новая утрасоль. В течение этого времени впервые появилась трехмерная печать для обозначения станков быстрого моделирования. Только в конце 1990-х и начале 2000-х в продаже появились несколько моделей станков по относительно низким ценам. Ну вот сейчас можно на вопрос ответить. Вот здесь мальчик вот первую поднял вот здесь. Так. Вот кого лектор назовет, тот и отвечает. Кого? Вот у него National написано. Нет, справа от него вот первую поднял. 1981 году. Нет, это неправильно, неправильно. Это неправильно. Вот здесь мальчик, вот второй он был. А можно ответить? В 1903 году. В 1903? В 1984 году. Ну вот 1984, правильно, 1984. Мальчик ответил. Сейчас, ребята, еще вопросы будут. Будут еще вопросы. Еще вопросы. Следующее видео. Ну и сейчас я вам хотел бы показать программы простые, которые вы можете дома освоить. Либо... Вот это, видите, простая программа. Любой человек может пользоваться 3D-моделированием. Особенно для вас вот это очень хорошо будет. FingerCut называется. Даже ее устанавливать не надо на компьютер. Просто через интернет можно работать. Заходите в Google. Запускаете. Видите, здесь такие объекты даются. Трехмерные. И вы из них составляете модель. Там можно вырезать. Вот он сейчас моделирует лесу. Лесу Филипп. Показано, как делается. Уши, видите, смоделировал. Лесы. Лесички. Программа называется Тинкеркат. Тинкеркат. Это, наверное, ноги будут. Да? Похоже вот на ноги. А, да. Лапа. 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 И эту лисичку потом можно отправить на печать на 3D-принтере. Но она, скорее всего, одноцветная будет. А потом ее можно разукрасить и красками. Акриловым, допустим. Моделью можно после этого обрабатывать. После печати некоторые полоски там остаются. Можно наждачной бумагой обрабатывать. Это называется постобработка средствами, некоторыми там, чтобы ровные не стали. Это хвост. Большой хвост у лисички. Ну вот, лисичка была. А, вот, здесь показано, как программа называется. Вот рекомендую дома вам в интернете попробовать эту программу моделирования. Очень легкая она в освоении. Следующий вопрос у нас. Как называлась эта программа? Вот здесь девочка. Вот там девочка. Вот она, белые кофточки. Белые кофточки первые подняла. Вот там. 3D-принтер. Немножко неправильно, конечно. Алло. А можно рассказать? Но мы все равно девочке вручим приз. Вообще. И? А можно сказать? Кто-нибудь назовет правильный ответ? Можно. Тинкер-кат. Вот девочка вот. Тинкер-кат. Правильно. Тинкер-кат. Правильно. Тинкер-кат. Ну давайте, ребята, сейчас я покажу вам работы, которые ученики в IT-лицее делают у нас, моделируют. Вот сувениры КФО они разрабатывали. Ну это вот в IT-лицее у нас раньше логотип был старый, еще не обновленный в виде кубиков. В IT-лицее КФО мы фирменные статуэтки разработали с учениками. Здесь они белым цветом печатались и потом красками покрашены были в разные цвета. Акриловые краски используются обычно в принципе. Вот это, видите, можно формочки изготавливать для печеней, то есть различные. Как раз вот вам там подарки сегодня будут. Брелок башни Сюмбеке, там брелок КФО мы вот изготавливаем. Это именно, видите, прикладывается. Можно и вырезки делать, чтобы вырезать тесто. Вот, например, видите, вот фирменные формочки логотипа КФО у нас. Вот такая формочка мы распечатали на принтере. И потом вот из теста получается, когда вырезается уже КФО, вот написаны буквы. Как раз вот здесь сегодня есть буквы КФО у нас среди призов. Вот ученики уже разработали еще один проект, который называется Кубик-Рубик для слепых. Чтобы слепые люди смогли поиграть в эту игру Кубик-Рубик. Видите, они вот придумали обычный Кубик-Рубик взять и на него распечатать накладки. Маленькие накладки такие, они с объемными рисунками там. Допустим, крестик там, либо маленькие шарики. Видите, вот показаны. Разных цветов мы распечатали, чтобы для красоты, но слепой человек, он будет трогать у него и понимать, что этот круг надо с одной стороны, допустим, собрать. Круг. Вот процесс работы. После 3D-печати модель она на специальной платформе находится. И потом с помощью шпателя, чтобы легче было снять, снимаются эти модели распечатанные. Вот она наша мини-лаборатория по 3D-печати. Там два 3D-принтера у нас находятся. Но сейчас же планируем закупку еще нескольких принтеров. Вот видите, разноцветные детали Кубика-Рубика. Разные олимпиады проводятся. Вот ученик готовился к олимпиаде по технологии. И у него проект был разработан декоративное панно. То есть он изучил там татарский орнамент, изучил книгу Фуада Валеева «Доктор искусствоведения». И на этом уже с помощью программы 3D-MAX смоделировал узоры. И потом, видите, соединил их между собой, как мозаика, такое панно. Видите, мы разными цветами распечатали, а потом покрасили краской. И получилось в итоге на дерево, видите, приложили эти элементы, как мозаика, собираются они. И получается вот такое панно декоративное. Можно украсить свой дом, либо в учебном заведении повесить для красоты. Еще вот такое мероприятие проводилось. То есть сейчас много олимпиад, конкурсов по 3D-моделированию проводятся. У нас в проект есть 3D-сувенир. То есть ученики, видите, разные сувениры разрабатывают, модели. И потом их продают бизнес-компании. Вот это в IT-парке проходило мероприятие. IT-парке. Вот мы для IT-парка разработали специальные такие кубики IT. Герб Татарстана на 3D-принтере распечатали. Ну и другие различные сувениры. Ведь они защищали свой проект, суть идеи. 3D-печать сувенирные и брендированные продукции. Оригинальность. Индивидуально не получается, потому что любой человек может под его нужды индивидуально спроектировать модель. И эксклюзивность. Допустим, вы кому-то хотите подарить этот подарок. Он будет с его именем, либо какие-то моменты. Человек, допустим, любит подводные лодки. Ему можно лодку подарить на 3D-принтере распечатанную. Видите, их наградили потом за лучший проект сувенир. Подарки дали. Ну и вот в будущем мы будем, скорее всего, с вами рисовать уже в 3D. Такие программы появятся, чтобы в виртуальной реальности. Одеваешь, допустим, очки и будешь 3D-модель так создавать. Вот так, типа вот. Допустим, одел очки и вот так моделируешь. Руками. Да, руками, чтобы интуитивно было понятно. Тут создается 3D-модель. И вот здесь как раз будет 3D-графика, вот показано, маленький видеоролик. Какие программы вот используются для моделирования. Всем привет, меня зовут Дмитрий Федотов. Я режиссер-мультипликатор короткометражных анимационных фильмов. И я работаю преподавателем компьютерной графики в Render.ru. Рад представить вам наш новый курс «Компьютерная графика для детей», призванный приобщить подрастающее поколение к миру компьютерной графики. Сегодня практически все записывают детей в различные кружки, различную внеклассную деятельность. И мне кажется, что компьютерная графика – это один из очень интересных и важных вариантов. Можно видеть разные картинки создавать, видеоролики в 3D. Вы, наверное, мультики смотрите в широком, типа таких вот. Что там дальше будет, но на компьютере. 3D сегодня очень востребовано. 3D используется в кино, мультфильмах, на телевидении, в огромном количестве игр, образовательных передачах, в визуализации чего бы то ни было, ну и само по себе. В архитектуре используется, чтобы вот будущее здание увидеть, которое будет построено в Казани, там, в любом другом городе. Делается сначала в 3D, моделируется макет. Вот в ходе этого курса мы шаг за шагом сделаем вот такого робота. Вы сказали о том, что можно будет самим попробовать работу на 3D, что вы привезете ваш принтер в ближайшую ремонту. Да, мы вот будем 2 марта выступать на ночи КФУ. Ночь науки в КФУ. Ночь науки в КФУ. И там будет демонстрация одного из наших принтеров работы, Феликс 3.0, как он будет печать. Там ученики приедут, покажут свои, многие проекты, которые они сделали в 3D. Будет посвящена экологии, эта ночь экологии. И можно будет тоже самим попробовать что-то напечатать? Да, можно будет попросить, чтобы ученики смоделировали для вас какое-нибудь, допустим, ваше имя там, либо какой-то маленький брелок, и они распечатывают прямо там на мероприятии из экологически чистого пластика. Полилоктит он называется. Ну и вот, еще один вопрос. Помимо полилоктиды, какой второй пластик популярный? На букву А начинается. Вот здесь серый футболки, парень, мальчик первый ответил, да, вот. АБС он назвал, АБС. Он уже из нефтехимических продуктов производится. Хорошо, спасибо вам большое. Поблагодарим нашего лектора сегодня. ПОДПИСИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»